это привет фрэви что с гг а что с гг с гг должно быть все окей а че так перемешки без спешки мой канал или ты хочешь сказать что вроде я видел сообщение там писали сообщение 1 2 3 до дошло все в порядке с гг если перемешки без спешки все короче давайте погнали с анжел здорово да все нормально предлог попросить напишите пожалуйста в чат гудгейма чтобы парень обновился страницу вот может у него какие-то проблемы возникли и так капач против мбл на юге играет капач за франка видели уже миллион раз цивилизацию быстро кушаются быстро кушаются фрукты быстро жирные фермы дешевые замки и жирные кони вот его основные фишки а вот китайцы мы особо то раньше не видели на этом турнире дополнительно три крестьяне на старте ему обеспечены это верно но и с едой проблемы тоже обеспечить насколько я помню плюс к этому у нас есть важный момент что 10 популяции дает ратуша они 5 также она больше обзора вокруг себя дает это на старте неважно но когда вы ставите где-то форвардные ратуши это может помочь и также все экономические а по чуть-чуть дешевле больше из интересного китая ничего нет у них живучие брандеры у них скорострельные скорпионы тем не менее вот эти скидки на экоапы дают неплохой темп цивилизации а также цивилизация универсальная несмотря на то что каких-то особых бонусов на юнитов нету у них есть практически все кроме пороха поэтому играть можно как конями так и пехоты так и луками поэтому да и осадка с монахами тоже у них хорошечный поэтому китай как такая универсальная цива идеально подходит правда без каких-то особых изысков вайпер играет завтра то и еще раз хобби за спасибо за поддержку прям балуешь сегодня да и вы все сегодня меня балуете спасибо за это так с кирмиши начинают перестреливаться игроки очень вы знаете на арабии очень закрытые старты то есть вот это кстати говоря чё за лажа извините меня но тут крест походу помер чем реально куда он делся стоп нет подождите я прозевал походу как там помер крест значит адекватных причин почему здесь не достроена я не знаю далее здесь town center я строю стенку а понятно понятно шифт не четко прокликнул шифт блин это лажа это прямо капучи капуч волнуется капуч прям волнуется волнуется верим верили на лати поставьте пожалуйста ставочку лентин я не может сейчас заняться вы сейчас треш юнитами и это будет убивать но по это у него он чуть попозже переходит у противника уже есть 2 рад что то есть темп вот он темп вот он франкский темп там с эти лучники есть там не треш юниты покраешь покажут по крайней мере идут арбалеты об на стрелу пока не хватает не хватает не ложечка или хватает меня не помню по-моему единички они все нормально хватило так луки вербы страшно страшно мы не знаем что это такое если мы знали что это такое а мы не знаем что это такое добавляется кони с вербами ну блин ты не вытянешь и тяну апать одновременно и луков и вербов то есть мбл играет больше агрессивно чем его оппонент то что добавлять только одну ратушу но в это время добавляет вместо 3 ратуши осадочку на форварде то есть он хочет похоже давить вот интересно куда он пойдет давить скорее всего он пойдет давить вот сюда и на это золото это было бы очень логично с его стороны посмотрим как это будет выглядит на практике вы все волновались если бы 5 кабакса были естественно да даже без 5 кабакса если на тебя вот просто на интерес поиграть но все на тебя буду смотреть это будет стрессово особенно если ты в обычной жизни такое не испытываешь то есть но хотя с другой стороны мбл например он активно он стримил по крайней раньше сейчас может быть чуть менее активно не знаю не слежу за ним но сам факт он по идее может быть более стрессоустойчив чем камочек или чем валов который вообще не кастик был постоянный а ну знаешь я на него просто не подписан была попытка пробиться там поставились ворота еще одни поэтому особо не навоюешь активно качается камень вот это кстати интересное решение то есть будет деф через замок получается да и м и капуч не угадал потому что атака идет на правый фланг а замок ставится на левом и чё с этим делать совершенно непонятно то есть там арбалеты вербы золото под ударом потенциально то есть у нас через пару минут появляется еще пара манганели тут у нас луки тут нас монахи кстати монахи даже опаснее тоже не будут вербовать кони которые бьют манганели и получается мейнголд отбивается у нас есть хорошо и хорошее целовое золото у капуча но он его пока что не законтролил ну то есть не вышел на него но может сделать и дополнительно золото тоже относительно неплохое идет разведка реликвии но пока что я на мини-карте похоже вот этот релик хочет забрать капуч туда пошел монах ну да релики тоже можно собирать почему-то пока что ломается только домики то есть не замок сам ой не рад турниром катался мне пофиг на то что кто-то смотрит что делаю если это не рабочий монитор не любит смотрит чем я отработаю ну у тебя опыт есть я говорю то есть если у тебя есть опыт то это проще гораздо попытка врыва конями снова так знаете так на шару вот так же вы в ладере когда бежите противника а вдруг прокатит вот здесь прокатило кстати смотрите кони бегают 1 право все креста забрали который здесь строился и все вот тут тоже попытка врыва атака на конюшню это такая ловушка джокера на самом деле сейчас просто вербу выйдут и перережут коней на этом все кончится продолжается война вот или три манганеля будет замок скорее всего куда-то вот сюда он пойдет либо вот сюда либо левее будет попытка спасти мейнголд правда это будет уже рисковый замок и без прикрытия его ставить смысла большого не будет так 5 крестьян идет на ремонт но и я еще один манганель блин как же хреновая осадка стоит супер далеко дотекание идут очень долго кони пытаются разобрать манганели один получается 2 3 получается хорошечный разбор на самом-то деле в это время здесь кони которые были похоже умерли судя по тому что мы их не видим монах встал и затупил здесь но цена то какая к пач теряет 17 юнитов и убивает теряет 18 юнитов убивает 20 не очень хороший размер он терял коней убивал с кирмиши до луков которые дешевые зато у него по экономике неплохой отрыв хотя 13 крестьян еще один замок идет он решает прикрыть лучше дополнительное золото чем мэйновая ну да мэйновая он сумел отдыхать я сейчас не ожидал что он заберет три манганели так уверен я думал что там мбль как-то отдыхается с другой стороны посмотрите мбль опять играет на феодальных апах у него первый топорик первый хомут здесь есть ну хомут автоматически понятно 2 а вот топорик 2 изучен получается что у мбл в этом плане отставания поэка с другой стороны капуч вторую броню не сделал на коней что немножко тоже раскурашивает даст вам дешевыми дешевыми замками идет и да все таки справа появляется замок где я планировал надеялся что он будет вот сейчас или нет подарка сайфове по сайфове все так 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 ей шанс нет не туда идет выстрел всегда я стремаюсь когда так происходит что только начинает ставится замок и тут рядом манганел тусит атака идет по вербам вот попытка за за конверты да это потому что французские вербованные у них замок сать практически достраивается то есть вот тут не отобьет ну не остановишь очень много христиан устроит вербов капуч хорошо вербует то есть там три монаха очень классно отработали и боль того они не умерли поэтому да капуч удержался вчера так два замка снес с помощью выстрела бомбарды по земле ум неплохо неплохо дэнчик прям по красоте работаешь ну и здесь манганель тоже умер короче замками капуч полностью от дефолса очень сайфово играет то есть он хочет перевести игру в полное макро и уже из него выруливать я это так читаю еще один выход на камень да он просто как ледник так расползается постепенно по карте вот так внизу вверх идет и ну релики правда он не собрал только один это уже не так много идет собственный замок от мбл и бутыл форс темпы ну по золоту явно пережор но с остальным пока не ясно экономика мы честно ты чего это его погубит то есть это большое упущение что у него нет 2 2 топорик тачку хотя бы сделал опять же столько люков и нет баллистики вопрос почему то есть он ставит замок вперед универа серьезно чем у него есть и на баллистику ресурсы и на и на универ суммарно но зато он форс темпы правда противник все равно тоже переходит копатыш получше просит смотрится играть проще но иногда это играет против него здесь правда у него все неплохо выглядит у него виндрейт против мбл 20 процентов кстати говоря да мы не смотрели виндрейт сколько они там встречались на 1 5 еще один замок справа у копатыша вербуется еще верб да мне нравится это слово вербом были бегут от коней капучи чего так их мало ну смотри у тебя по хп просто 300 хп у одних и и не напинать на пятерых и десяток юнитов с фулл хп ну здорово зачем зачем воевать если если сольет отлично пошла боль пришла болезнь хоть одна хорошая новость далее но слушайте импы тут есть есть но не думаю что они сильно помогут мбл не помола не позволит ему перевернуть игру вот скажу потому что там тоже есть импы и там больше замков из них можно будет наклепать три бушета то есть мбл отдал уже второй угол противнику занимает здесь капуч все короче он играет классику он сейчас должен поставить десяток конюшен и просто заспамить противника конями потому что он сейчас занимает просто бешеное количество золота и он должен через него его как-то купать его куда-то вкладывать и самое логично это быстро намазить кучу-кучу паладосов именно паладосов не кавалеров и катнуть противнику экономику но он пока что избирает тактику агрессивного замка раша потому что он еще один замок слева ставит реально три угла он занимает у мбл и мбл по-моему но если он не придумает как это контрить а он пока что не придумал потому что он играет сугубо такой медлительной армии играет оборонительно то капуч просто построить рубежи и на количество ресурсов в долгую можно даже тупо по очкам переиграть интересно как он спалил эту тему стойте реально очень интересно как он заметил этих крестьян и что такого а он увидел аванпост все я понял то есть он послал убивать убивать вот крестьян и ванпосте одного только вербу до остальных вернул но этого оказался достаточно ну короче и спалил в итоге тут замок так здесь перестрелка требушетами понятное дело что капучу выгоднее сейчас просто вытягивать противника камень ну и плюс к этому вот так вот подбайчивать имбель уже в импах у него тяжелый вверху приходит ой как хорошо чем тут развал идет но спалил но не успел наверно еще завод это угораешь идет перестрелка очень спасает конечно имбель что замок на холме он приводит уже 4 требушета здесь тоже 4 но то есть замки оба замка должны упасть по идее но интересно слушайте но паладины не работают против такого такое количество паладинов не сработает капучу срочно нужно миксовать армию что-то добавлять потому что юнки у него до имеет хорошие апы но нет этого недостаточно замок упал кстати первую стрелу апнул наверное чисто ради дальности вербов потому что максимально много и это контр юнит и не ой уже уезжала его забили то есть либо пики либо монахи что-то нужно добавить потому что паладины убиваются оба верблю тем более мне не нравится что капуч по-прежнему играет четыре конюшни почему в четыре конюшни почему здесь явно больше здесь 6 наверное ваю работает во пожалуйста ладно не 6 групп 5 работала и еще три достраивается а здесь в экстренный переход в пике все два на рейсе ну да нормально так сэкономить кстати у мбли все выправилось нормально у него количество и количество крестьян и качество здесь зато сгоняются юниты возможно сейчас будет толка ну залет каким-нибудь кавалерами лкашками монетка очень нужна ее явно нету надо быстрее делать армии и монетка это важно но в итоге 4-3 бушета перекатываются уже через третий по счету замок здесь есть попытка врыва ну вопрос теперь к мбл как долго насколько у него хватит золота насколько хватит ресурс он практически не менялся но я медуарми так ну да добавляются фотки алибарды даже идут замки практически все упали с этой стороны а вот он где золото нашел да на вражеской базе ну логично чем правда вот здесь интересный момент что по моему мбл и нету леса а он сюда идти ставит ратуши ему короче сносит полностью рейдит полностью мэйн особо грустно на самом деле смотреть на еду потому что у мбл и ее скоро не станет всему с этой стороны рейд верблюдами очень интересное решение кавалеры идут на перехват но все равно успевает здесь похоже несколько юнитов умереть под ратушу прячется прячется игрок здесь проект здесь падает еще ратуша по убийству на 25 равное количество убийства и урона нанесли игроки собственные три бушеты капыч выводит вперед интересно зачем он так байт байтит на них что ли переработал здесь несколько верблюдов с этой стороны появился требушет до требушеты с этой стороны появляются ну а тут вербы идут на спасение экономики тут у нас рейд на золото кстати успешный рейд между прочим до начинаются рейд от мбл и он немножко почувствовал поверил себя вопрос что случится вот с этим вот с этой пачкой потому что очень такая мощная армия эти релики не выбили ну и крестьяне скорее всего будут на золото по экономике мбл начинает чуть сильнее проседать важно что у него золото еды меньше то есть у него не на что заказывать новую армию а в заказе пола сейчас нет юнит то есть если капыч разменяется он построит новую армию а мбл нет алибарды вперед люки с холма нашивают люки не имповые без каких-либо имповых апов но тут и нету имповый брони так что история неоднозначная у кого чего получше так начинается война очень сложно предсказать кто из нее выйдет победителем потому что зависит от того как юниты применятся они сколько у них хп рейдов минимальность минимальные но продолжаются то есть достается в первую очередь крестьянам на фермах правильно абсолютно решение от капучи здесь тоже рейды на лес идут сгоняется золото то есть нормально не подбывать хотя явно это не единственно золото который качает мбл в это время алибарды начинают начинают напихивать у них появляется скоро последняя броня последняя стрела впрочем тоже здесь появилась так что ситуация очень ровная на 20 юнитов меньше у капуча и это возможно критические 20 люди перестрелки требушетов продолжаются ноль еды у мбл но у него есть небольшой заказ здесь впрочем заказ по киспаса лидии здесь и требуше ой здесь и алибарды здесь и кавалеры которые между прочим умерли все в этом размене али а вот эти луки вот эти луки нашинковали 16 человек уничтожили пол сотни вражеских юнитов просто машины просто герои этой катки потому что они по факту сейчас могут принести мбл победу и 5000 долларов призовых которые дополнительно упадут в его карман за выход в четверть финал алибарды копятся где-то мы уже видели игру алибардами против стрелков но там хотя бомбарды были здесь бомбард не было здесь они помогли бы кстати если они есть конечно у француза по-моему есть к тому же есть возможность была возможность попробовать манганелли сыграть пытаются кавалеры на пофигу хоть кого-то забрать забрали пару героев но пофигу ну что по тылам пики уже бегают хотя бы пики бегают по плану продолжают забирать юнитов но мбл успел на центре построить ферм посмотреть сколько у него ферм практически на линии фронта он копает картошку но при тем не менее он и золото на линии фронта копает чё уж там кстати в замке хоть их было и очень много их все меньше и меньше становится пытается капочка какие как-то их вытянуть не получается пока что кавалеры здесь тоже тусят направо еще парочка переходит из этой стороны ну да все уже на центре вся экономика мбл на центре ему по большому счету пофигу на то что осталось его база это страта с отдачи мэйна та самая легендарная и направо пытается капочку дата перекинуться выбиваются релики здесь забирается ну доедается его золото вот это конечно камбэчную камбэчный мбл развернул потому что по факту верблюда сейчас изничтожают просто просто в нули изничтожают 78 на 55 по убийствам по экономике мбл все еще отстаёт но по эффективности армии то он лидирует он больше убил и это при том что он убивал то в основном половина убитых юнитов это дорогие кавалеры были бы паладина было бы попроще что это во первых было бы побольше про и ну побольше конюшен тоже было попроще потому что игра в 4 конюшни в импах это ну не то то есть я не уверен если монетка кстати тоже важный важный вопрос потому что если была монетка если вы точнее если ее нет то это ну фиаско удается кстати достроили дострел чистокол капуча это его сейчас здесь спасает он убивает несколько рейдеров так ну очень много копий больше не во что особо играть капучу лес кончился луки имповые их стало все больше и больше но что ж рогич привет спасибо большое рад что нравится рад что нравится рад вас всех видеть как нам еще ток присоединяется приятного просмотра всем а у нас решающая где страдает аргентинец капуч и норвежец мбл победитель выходит четверть финал проигравший вылетает из турнира и похоже этим проигравшим все-таки окажется капуч у него конечно есть некоторое подобие перестройки экономики здесь и но это только что подобие да у него есть еще золото который условно он контролирует но он на него не вышел и такое ощущение что он толком не знает что делать у него кучу алибарта по-прежнему ни одного юнита против арбалетов то есть серьезно есть три есть три кавалера кавалера даже не паладина повторю еще раз и все больше ничего и никого сколько зрителей всего 281 человек нас сейчас смотрят так что всем привет если вы здесь впервые то буду рад видеть вновь ну и в принципе обустраивайтесь так что у нас дальше ну да верблюду на пофиг продолжать летит да конечно не уже не особо полезны потому что там из армии в армии канита не осталось только только алибарды и да тут по моим предпоследний замок строится но это отчаяние уже вилл варит капуч до последнего не сдается он это его фишка типа тянуть до последнего даже в турнирных играх и это последнее похоже скоро настанет самое ироничное что по популяции он лидирует а по факту он лажает потому что его популяции забиты бесполезными практически в данной ситуации копьями а экономика у него вроде как где то есть но у него все в нуле то есть золото он пытался а золото там уже вообще-то мбл пылесосит кстати золото если что на карте кончилось но скирм да понятно дело что скирмеши хреновые они французские у них нет ни замковой стрелы они имперской стрелы не имперской брони ну хоть что-то хоть что-то хоть как-то ай блин забейте это я тут фуфа играю имповых недавно просто его спустил фуфа я в нем участвовал там мне выпали франки и мы пять часов мутузили с франками без золота такое издевательское страдание но все таки все таки я там даже 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 сайва за косарь стряхнулся за ничью что приятненько да вот так мы там до ничьи до играли чтобы понимать сейчас 20 коней сделал да кстати есть заказ коней услышал как и меня но главное сейчас это влететь этим конями на луков если убить луков то еще можно пожить будет хотя недолго и так здесь кстати еще небольшой рейд снова достается на орехи крестьянам но 83 экономики короче времени время очень быстро тает потому что чем дольше ждет время чем дольше ждет капость тем больше у него проблемы чем тяжелее будет восстанавливаться пока что все выглядит как конечное потому что тут идут рейды уже легкой кавалерии и по всем по обоим флангам а защищаться неким хотя возможно вот эту пачку али бар следует разбить на 2 3 маленькие о о смотрите чем увидим наконец-то много конюшен да здесь конечно проблемки все таки мбл у него 26 крестьян на еде по-прежнему нему не удается наладить инкам но вот если получится забрать луков дай мбл решает отступить временно золото на карте по моему кончилось тем временем а вот опять он кашки идут если мбл сумеет наладить приход еды нормальный то он просто зарезать затопчет противник . обороне если не получится то это уже другой вопрос более позднюю стадию спасибо за поддержку добрый доктор волну комрад на каком таймере кончается по моим час 15 то есть еще 30 минут игры есть поэтому время есть и времени много ну и да подкопился подкопился капотч 82 военных юнита ну либо по нулям вообще экономику выберет все на эту армию но его фокусят да там нет химии лол как как это дисхимия игра идет требу подкатываются вот тут кстати говоря можно на халявить было бы еще немного это так к слову и вот эти вот вот две конюшни вот эти снести это уже минус половина проблем кстати вот здесь что вообще за камень нейтрон то есть еще ресурс на карте это чё лол то есть пики на луков а кони гулять кто куда я домой все и и кони такие пошли пошли умирать на верблюдах видите сейчас тоже не но это суицид это худший расклад перемешки без спешки он сплитит дорогую армию него нету золото на и на новую армию и он ее и берет и отдает просто рейды на крестьяна зачем почему чем ты будешь вот эту пачку убивать вот уже но ты же мог лк сделать и послать их суда ну тай я не я не могу я я не могу мне больно это смотреть мне больно просто смотреть как сгорают чужие деньги чужие деньги вот в этих вот кавалерах потому что ну да ты убежал молодец в итоге мбл понял что вся армия врага ушла в рейд он он оставил без прикрытия без прикрытия арбалетов и разумеется эти арбалеты ультимативно разваливают я не знаю что это было за решение это было решение которое на его уже похоронила окончательно у капача он сдался у него было 60 военных юнитов чтобы понимали 60 спасибо смурфу даута за поддержку до 60 не знаю я я просто я так горю потому что это можно было выигрывать это было от ли все было на руках у татах просто не хватило немного коней и он не за и он заигнорил двадцатку луков которые замковыми апами разобрали все вражеские все его пики вот и все но тем не менее мбл достойнейшим образом выступил то есть мы можем посмотреть на стату это будет я думаю полезно потому что по статье вообще-то капач лидировал большую часть времени по экономике по армии у него тоже все неплохо то есть он собрал больше еды он собрал больше камня застроил всю карту замками он контролировал все дополнительное золото полный камень он прессовал врага но из но из этого он не выиграл что самое удивительное и вот это самое удивительное он в какой-то момент он доминировал над мбл у него был на 35 крестьян больше чтобы понимали на 35 и и и не смог и упустил победу грустно конечно но что-то не дошло для капача и и и и и и и и Продолжение следует...